Я чайник. Нет, не этот. И не этот на стекле, а тот, который внутри, за рулём. Впрочем, обо всём по порядку. Сначала я чайником не был. Я был пешеходом, которого, как известно, надо любить. Но, с другой стороны, автомобиль не роскошь, а средство передвижения. И это, конечно, верно. Но только теоретически. Вспомните героев любимых картин. Вряд ли найдётся хоть один, который бы на экране не крутил бы баранку. Еду, 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 я по следу, у прохожих на виду. Коль я машины не доеду, значит, я пешком дойду. Шелестики с карты шины, подымай склепу пыль. Ах, еду, еду, эх, машина, ты моя машина. Берега мой автомобиль. Ах, еду, 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 я по следу, у прохожих на виду. Увы, сегодня обычные средства передвижения причислены к предметам роскоши даже в официальных правительственных постановлениях. Но давайте пофантазируем. Обычно ваши лотерейные билеты ожидает такая вот судьба. И вдруг невероятные серии, номер, всё совпадает. Может, взять деньгами? Но сегодня это разве деньги? И вы решаетесь приобщиться к клану чайников. Эта короткая кинолента замышлялась как незамысловатая миниатюра, способная вызвать улыбку. Но веселья не вышло. Зато возникли во множестве. Само название этой торговой точки вроде бы предполагает, что вас тут ждут с распростертыми объятиями. Ошибаетесь. Вы здесь мало кому нужны. Даже несмотря на этот плакат. На первых же метрах городской улицы вы ощутите заботу и другой службы. Дорожной. Это при том, что со всех авто и мото владельцев регулярно взимается налог. Вот прелюбопытно, на что он идёт, а? Постарайтесь тут же найти умельца, который пометит все снимающиеся части вашей машины. Стёкла, колёса, фонарики. Но не обольщайтесь. Эта акция чисто морального свойства от угона или раздевания всё равно не убережёт. И ещё. Отправляясь в автомагазин, захватите канистру с бензином. На заводе в бак машины зальют ровно пол-литра. Помните? Экономика должна быть экономной. И вот вы получили машину. Следующий этап. Счастливый этап обучения. Существует сеть автошкол, принадлежащих системе ДСААФа. Всего за 650 рублей вас будут учить 3,5 месяца. Правда, ждать своей очереди, чтобы стать слушателем, нужно от 8 месяцев до года. И это в Москве. В других городах куда дольше. Казалось бы, прямая выгода открыть сеть таких заведений. Но нет. На этом пути установлен понятный, даже всем не посвящённым, знак. Вот этот знак называется «Движение без остановки запрещено». Он является определителем второстепенной дороги. То есть, приближаясь к перекрёстку, водитель видит этот знак. И он должен уступить дорогу того, кто движется, получается, по какой дороге? По главной дороге. Так кто же движется по главной дороге при общении к племени чайников? Почему-то в нашем народе живёт стойкая неприязнь к частникам, убеждение, что все они жулики, теневики и мафиози. Наверное, есть и такие. Но в этом классе они не сидят. Права можно купить на чёрном рынке за большие деньги. Однако большинство страждущих – честные труженики, копящие годами свои рублики. Правда, взлетевшие до астрономических высот цены делают мечту всё более и более призрачной. Так вот, та дорога, которая имеет искусственное покрытие, будет считаться главной дорогой по отношению к той дороге, которая представляет собой просто грунт. Какая из этих дорог будет считаться главной? Асфальтовая. Я в этом не сомневался. Впрочем, вернёмся к нашей теме. Обратно ноги, обратно ноги пошли. Да, понятно. Вторая нога. Отпускаем. Полностью, полностью ногу с педалью газ снимать. Так, переход на третью передачу. Так, есть. И в обратном порядке идут ноги. Настанет момент, когда вы стянете за руль. Вот эта штука называется автотренажёр. Но это скорее игрушка. Реального ощущения езды вы на этом агрегате получить не сможете. А ведь в мире давно существуют установки, где управление машиной имитируется полностью. У нас тоже такие есть. Для лётчиков и космонавтов. Конечно же, это самые массовые профессии, не чита каким-то там водителям. Едва ли не самый ответственный момент обучения – езда на площадке. Вспомните, вы много видели таких специальных полигонов? Пусть и примитивно оборудованных. Вот. Я тоже нет. Отрабатываем трогание с места. Движение по прямой. Остановка. Всё движение на первой передаче. Поехали. Раз. Повторяем запуск. Не торопитесь отпускать сцепление. Это всё вождение на сцеплении только. Если вы научитесь плавно трогаться... На практическую езду отводится гигантское время. От 24 до 32 часов. Наши учебные автомобили ничем не отличаются от обычных. В них просто есть две спаренные педали, чтобы предотвратить уж очень явное ваше стремление к аварии. Вот вам умение управлять автомобилем. Начальная стадия обучения. Ещё раз остановимся. Что у вас случилось сейчас? Вы сейчас совершили аварию. Моя работа заключается в том, чтобы вам не допустить аварии. Всё. Вот я и остановил по этому тормозу. Продолжаем запуск двигателя. Передача. С ручечка они забыли снять. Угу. Вам не хватило положенных часов на езду? Не беда. Можно записаться на дополнительные занятия. Если будут свободные машины. А у вас будут свободные деньги. По 17 целковых в час. Вообще-то на вторую надо было. Раньше уже перед... Да. Раньше переходили. На первую только тронулись, сразу вторую и поехали. Сейчас заглохнем, по-моему. А почему мы заглохнем? Еще круг, да? Обязательно. Еще несколько кругов. Пока все не будет очень гладко и хорошо. Но зато отдельные недостатки в повседневной работе компенсируются пышными праздниками, декадниками, месячниками. Очередное торжество в парке культуры – замечательное зрелище. Насколько проще было ездить лет, этак, 50 назад с такой скоростью? Или в таком автомобиле? Или в таком экипаже? Тут же был организован экзамен по правилам вождения для всех желающих, экстерном, без всякого там ожидания в очереди в автошколу. Инспекторы ГАИ трудились в поте лица, но смогли обслужить лишь пятую часть всех претендентов. После теоретической части – практические испытания на площадке. Готовы к движению? Поехали. Нужно сделать несколько маневров передним и задним ходом. Второй этап – это по городу. Значит, движение по городу. Проезд перекрестков, разворот и все остальное. Понятно, да? Повезло. Но основная масса экзаменуется все-таки в автоинспекциях. Кандидаты в чайники стараются по студенческому выражению перед смертью надышаться. Здесь эта мрачноватая поговорка приобретает смысл почти буквальный. Даже столичные автоинспекции расположены в таких помещениях, что дышать в них действительно нечем. А народу бывает здесь каждый день множество. И ждет, не ропщет наш закаленный в очередях советский народ. А теперь, товарищи, минуточку внимания. На экране, то есть на аппарате ниже экрана, есть кнопочка «Пуск». Вот вы ее сейчас нажмете, на экране появится изображение. Читайте внимательно вопрос, который задан на экране. Обязательно прочитайте все ответы. Из нескольких ответов находите один единственный правильный и, соответственно, кнопку правильного ответа нажимаете внизу на аппарате. Времени вам на это 15 минут. За эти 15 минут нужно вникнуть в ситуацию, изображенную на схеме, понять формулировку вопроса и, уняв естественное волнение, нажать правильную кнопку. Нередки случаи, когда присланные на пересдачу опытнейшие водители с солидным стажем допускали грубейшие ошибки и даже становились виновниками страшных аварий. К счастью, воображаемых. Откуда же взялись эти престолутые 15 минут? Не ищите научно обоснованных объяснений. Просто такова пропускная способность испытательной комнаты. Экзамен по фигурному вождению. Лихо, не так ли? Лихо только в нашем фильме, да и то с помощью опытного инструктора, мастера автомобильного спорта. А в нашей действительности... Во многих странах мира для подобных испытаний оборудованы специальные автогородки. У нас площадка и столбики. И вот он, логический результат недобранных часов по практической езде. Единственное утешение, количество попыток не регламентируется. Приходите хоть сто раз. Государству только выгоднее. За каждый повторный экзамен дополнительная плата. Перед теми, кто прошел все предыдущие искусы, откроется финишная прямая. Сдача практической езды на городской улице. Скорость 50 километров. Будьте бдительны. И некоторые рекомендации инспектора выполняйте наоборот. Здесь едем прямо. Не обижайтесь. Экзаменатор провоцирует вас для вашей же пользы. Сейчас остановимся. Делаем остановочку. Где стоит Москович? Не доезжай. Единственное, чего не следует ждать, подробного объяснения вашей ошибки. У экзаменатора на это просто не хватает физического времени. Испытательный конвейер работает с предельной нагрузкой. Ну что ж, могу вас поздравить. Спасибо. Надали вы. Поздравляю вас. Фух. Ну, наконец-то. Должны признаться, этот эпизод единственный, исценированный в нашем фильме. Уж больно не хотелось в финале картины показывать давку окошка в тесном коридоре. И симпатичный майор Дудкин согласился в своем кабинете организовать торжественное вручение удостоверений. В западных странах водительские права заменяют человеку многие документы и даже паспорт. Мы пока до этого безобразия не дошли. Получил корочки и радуйся. Чайник. Надеюсь, что правил дорожного движения будет залогом безаварийной вашей езды. Неизвестно, кто придумал этот символ для обозначения машины-новичка. Во всяком случае, в официальной таблице такого знака нет. Народное творчество, наверное. И, разумеется, проблема автомобилистов-частников на сегодняшний день в масштабе страны не самые жгучие. А так, струйки в огромном потоке забот. Но ведь поток и состоит из струй и течений. И если мы хотим стать цивилизованной страной во всех отношениях, желательно бы снять эти вопросы чайника. Надо постараться, чтобы личный автомобиль перестал считаться роскошью, а было бы обычным, доступным каждому средствам передвижения, как это принято у всех нормальных людей, как это принято не у чайников. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ